Всем доброго дня! Я приветствую всех на своем канале и сегодня я постараюсь вам показать, как мы сделали летний душ на даче своими руками стоимостью около 17 тысяч рублей. У нас есть и баня, но летний душ при такой аномальной жаре, как в этом году, до плюс 34, он просто необходим не только освежиться, но и поддерживать элементарное правило личной гигиены. Особенно нам, пожилым людям, которые постоянно копаемся, копаемся в своем огороде. Я начну с того, с чего мы начинали. Первое, это мы подобрали место за домом, между теплицами и домом, чтобы не было деревьев, яблонь, груша. У нас сливка одна с правой стороны, но это не помешает. И чтобы была открытая площадка, то есть освещенная солнцем. Почему возле дома мы выбрали? Да потому, чтобы мы, принимая душ вечером или утром, можно было быстренько добежать до дома, чтобы не простудиться. И нам нужно не болеть. Высота душа нашего от двух до трех метров, потому что муж мой и сыновья рост не маленький, до двух метров. Третье, ширину и длину рассчитали, чтобы была зона не только мокрая, но и можно было повесить им одежду, полотенце. Выбирали бак-куб, учитывая на количество человек, которые у нас будут пользоваться им, потому что у нас четверо внуков, нас двое с мужем, ну и сыновья с невестками. Покрасили поверхность бака черной краской для того, что вода в нем будет нагреваться гораздо быстрее. Благодаря способности черного цвета притягивать тепло, как вы все знаете. Основой нашего летнего душа это, конечно, фундамент из бетона. Он нужен для чего? А для того, чтобы защитить наш душ от подмывания грунтовых вод и последующие оседания, а также отводить использованную воду в большие количества, вот, в канализацию. Из душевой кабины вывели слюную вот каналу, и вода поступает в отстойник, где вот копана у нас вот жестяная бочка, она накрыта пока таким образом. И расстояние от самого душа до бочки где-то у нас около метра. Сам душ-каркас сделан из железных стоек и перевязка каркаса, ну я так считаю, или перекладинки тоже. Обшили мы каркас профлистом С8. Цвет подобрали зеленый, зашили три стороны и четвертая дверь тоже из профлиста. Установили бак-куб на крышу кабины, там мы хорошо как бы сделали опору. Бочка нарывается хорошо, вывели трубы. Так, все сделали. Вот такой поддончик сделали, остановиться. Поставили умывальничек небольшой, вешалочки, клейка. Прямая и душ. Все. Ну вот в итоге, как вы видите, у нас получился вот такой летний душ. Мыться. Пастерушки сделать можно здесь в раковине. Все стекает к бочку. Все. Ну и последнее, сделаем расчет нашего вот этого летнего душа. Сверху бак стоит куб 5000 рублей. Стойки, вот каркасные, 2500. Перекладины, вот здесь железные, вот 2600. Заливка фундамента, два мешка ушло по 200 рублей, это 400 рублей. Сварку делали вот этих всего каркаса душа, отдали 2000. Ну и в душевую. Здесь душ, лейка, около 2000. Привозка дважды, трижды привозили. Один раз 700 отдали. За листы, за бак 450. Ну и все эти вот стойки привозили 450 рублей. В итоге я насчитала 17000, не считая работы мужа. Это в счет не идет.